Наш эфир продолжает программа ЧАС Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Прошлая неделя обозначилась тем, что лидеры Соединенных Штатов Америки, я имею в виду президента Байдена, вице-президента Харрис, вышли на внешнеполитическую арену. Можно ли считать их выход успешным, как об этом рассказывают нам «Слуги дьявола» из американских средств массовой информации? Да, совершенно верно, почитать Вашингтон пост и уже с ними, но просто весь мир благоговел от явления Байдена и Харриса народу, но в результате получилось не совсем так. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска и переходим к делу. Про визит Харриса я, наверное, не буду даже на нем останавливаться, уже и так все очевидно. Но если вице-президент встречают с лозунгами «Трамп выиграл», то понятно, что в Гватемале, где, напомню, правый лидер, который весьма критично относится к нынешней администрации, Джамате, и Харрис всем своим поведением показал, что никак не ориентированно дружить и заключать, пусть даже на словах, какие-то долгосрочные соглашения с правыми правителями Центральной и Южной Америки, это безусловный провал. И то, что сами граждане Гватемалы так к ней относятся, это тоже показатель. Но давайте сосредоточимся на том, что происходило на встрече G7, куда отправился позориться Байден. Он там и позорился, опять же, чтобы нам не рассказывали. Но сначала то, о чем я не успел рассказать в прошлый раз, тем более это все у нас связано. Точно перед вот этой самой встречей случился скандал, выяснилось, что датская военная разведка еще где-то в начале десятых, ну, то есть, скорее всего, и до того, но в начале десятых это стало очевидно, при социал-демократическом правительстве Хелли Торнинг-Чмидт занималась тем, что помогало АНБ собирать данные по европейским лидерам. И Том Арникель, тогдашний глава разведки, и потом сменивший его Ларс Финсон. Их в прошлом году Финсон уволили, Арникель вроде как уже не был главой, но их там привлекли к ответственности, сейчас разбираются, что и как. И скандал вроде как серьезный. Я, не пускаясь в подробности, так вам скажу, что на самом деле я датскую разведку в этой ситуации поддерживаю. Да, если мы с вами вспомним, повторюсь, что там были тогда социал-демократы у власти, а в Америке был Обама, а про спецслужбы мы говорим неоднократно, о том, что с ними происходит. Тем не менее, ну, давайте попробуем, насколько это возможно, отвлечься от политики, потому что при разговоре о спецслужбах от политики надо отвлекаться, по идее. И посмотрим на ситуацию. Страна небольшая, страна, у которой разведка, тем не менее, достаточно сильная. Я напомню вам, что Гордиевский, небезызвестный, изначально он, на него вышли, если угодно, он вышел, именно датская разведка, потом его передали британцам. У Дании очень такой центр, интернет-центр своего рода, поэтому там действительно сбор вот этой сигнал-интеллидженс, то есть цифровые каких-то разведданных, он развит очень хорошо. Но при этом понятно, что для развития, для своего эффекта большего, датчанам необходимо с кем-то сотрудничать. И, ну, с кем им сотрудничать? С Евросоюзом, что ли? Или выбирать британскую, да, разведку американскую, все эти пять глаз. Но, разумеется, выбор был очевиден. Кто бы у власти не находился, будь то Обама или Трамп, или кто бы разведку не возглавлял, а обращаться все равно, контакты заключать нужно. Поэтому вышли на американцев и, повторяю, правильно, я считаю, сделали. Тем более, что там у Меркель и ей подобных на уме, лучше про это знать, конечно же. Тем более, вряд ли там на уме что-то хорошее. Поэтому я полагаю, что скандал этот, он, ну, хорошо, что о нем написали, конечно же. Но я надеюсь, что все-таки он на датскую разведку не повлияет, и она от своих приоритетов не откажется. И дальше будет сотрудничать все-таки с американцами и с британцами, даже при нынешнем состоянии разведсообщества. Но на том уровне, на каком сотрудничают они, пусть сотрудничают. А почему говорю, что хорошо написали? Ну, потому что хорошо написали, да, лучше такие вещи, конечно же, не афишировать. Но, по крайней мере, мы увидели, что у датской разведки верные приоритеты. Вот таким образом. И сразу же, как только этот скандал всплыл, начали писать, что это все вброс со стороны Кремля, чтобы сорвать встречу G7, но это, по-моему, уже бред. Это, знаете, когда начинают во всех таких скандалах видеть кремлевские происки, это, по-моему, только играет на руку. Путинскому режиму, когда его уже демонизируют и доводят все силы до совершенства. Да нет, конечно. Ну, вот, вот в такой вот обстановке этот самый саммит и начался, а Байден скандалился сразу же, потому что я сегодня, во второй части у нас как раз опять снова северо-ирландская глава, и она, кажется, очень сильно связана с первой частью. Ну, вот, Байден, который так любит гордиться своим якобы ирландским происхождением, то есть оно ирландское, но оно уж такое далекое, своим происхождением, он приехал, обращаясь к американским солдатам, ну, во-первых, забыл, что он президент, как все мы помним, это мы видели, а во-вторых, вздумал цитировать Яйца, стихотворение про пасхальное восстание 16-го года, а это для британцев и для северо-ирландцев, ну, это как примерно, не знаю, Джонсон бы приехал в Америку и начал бы, обращаясь к британским солдатам, расквартированным там, ну, например, цитировать какие-нибудь там арабские стихи, прославляющие 11 сентября. То есть я понимаю, что в Конгрессе бы нашлись люди, которые и в средствах массовой информации, которые были бы в восторге от этого, но адекватные люди отреагировали бы соответственно. Адекватные британцы, и, кстати, некоторые ирландцы тоже, они это самое пасхальное восстание видят как катастрофу, потому что погибло полным-полно народу, и это была попытка немцев вот такую устроить саботаж внутри тогда еще Соединенного Королевства Единого, тогда Ирландия была целостная, и пока нормальные ирландцы и ольстерцы воевали за корону, вот случилось это восстание. И ей это человек талантливый, но талантливые люди не очень умные, поэтому он мог такое написать. А Байден, человек не очень талантливый и не очень умный, он, прочитав это стихотворение, но сразу же себя создал образ соответствующий. И то, что он начал давить опять на Джонсона, и то, что весь вообще этот саммит прошел на самом деле под символом вот этой самой Северной Ирландии, недаром мы о ней говорим весь этот год, потому что Байден, озабоченный Евросоюзом, требует, чтобы Британия ни в коем случае якобы не мешала вот этому самому Белфастскому соглашению, о котором сегодня позже, чтобы не мешало практически тому, что Евросоюз через Ирландию, Северную Ирландию поглощает, якобы в мирных целях, хотя там в соглашении ничего про границу нет, а речь идет о границах экономических и реальных. Макрон, с другой стороны, почти открытым текстом говорил Джонсону, что Северная Ирландия не часть королевства. Ну и вот в такой вот обстановке, когда все были, ну, конечно, красовались, скалились перед камерами и все такое, но когда в реальности вот этот Северо-Ирландский протокол над ними висел, когда Северная Ирландия стала серьезным камнем преткновения, потому что, повторяю, Ирландия и Евросоюз мечтают ее подчинить и отобрать, а Лондон с этим, с Хиллом и неуверенным в себе Джонсоном не знает, что делать, теперь еще добавляется давление из Вашингтона, Байден, который всем говорит, что он ирландец, даже тем, кто его не хочет слушать, он, естественно, тоже озабочен вот этой давней глупостью Госдепартамента либерального, а именно, что Ирландия должна быть целостной. Несмотря на то, что в Северной Ирландии большинство как раз опрос проводился, во-первых, не хотят в Ирландию, во-вторых, не хотят, чтобы этот протокол работал, и чтобы была нынешняя безумная ситуация, когда они являются частью королевства официально, но Британия из Евросоюза вышла, а они остаются в плену экономических и таможенных правил Евросоюза. Вот, да, понятно, что здорового контакта в такой обстановке быть не может, тем не менее, вся вот эта публика, собравшаяся на G7, отвлекшись от несчастной Северной Ирландии, над которой издеваются уже сто лет практически, да, считается, даже дольше. Мы с вами говорили об этом месяц назад. Они, к сожалению, еще и... Не, ну хорошо, что оставили Северную Ирландию в покое в какой-то момент, но плохо, что они стали принимать свои общие какие-то эти постановления, резолюции и прочую фигню. Потому что, когда люди, нынешние лидеры собираются вместе, то ничего хорошего от этого ждать не следует. И резолюции, они нам об этом напомнили. Но я не буду, естественно, вас пощажу и не буду все их цитировать. Я обозначу только то, что пугает, да, пугает меня больше всего. Дело в том, что давным-давно, еще в 50-е, 60-е годы, как всегда я ссылаюсь на этих людей, но они были правы, почему на них не ссылаться. Интеллектуальные отцы-основатели консервативного движения, такие как Уилмер Кендалл и Стэн Эванс, они предупреждали, что любая попытка создать какое-то такое массовое подобие мирового правительства, или пусть даже европейского, а это неизбежно приведет к тому, что, во-первых, создастся такой тотальный контроль, потому что это государство будет озабочено тем, чтобы подавлять любые формы протеста, и такая масштабная централизация, она ничего другого не даст. А второе, что это будет абсолютно противоречить американским интересам, каким угодно, интересам безопасности, интересам экономики, интересам американской системы, ну и вот это вот все соглашения, ну не соглашения, к счастью, резолюции, они нам все это с вами и напомнили. Ну, во-первых, да, там, конечно же, Россия и Китая погрозили пальцем, что мы, мол, и Лукашенко заодно, что, мол, видите себя хорошо, а то будет плохо вам всем, хоть на этом спасибо, но целый ряд пунктов меня очень сильно смущает. Ну, например, разговоры о том, что нужно в дальнейшем бороться с пресловутым хейт-спич в интернете, и заодно соблюдать якобы какие-то там свободу слова. Мы с вами видим, как соблюдается свободу слова, и как борются с хейт-спичем в соцсетях. И если это становится уже упорядоченным во всем мире, то, извините, это то, о чем говорил Кендалл, тирания в чистом виде. Дальше, естественно, этот ковид, будь он не ладен, который дал уже огромные полномочия лидерам, ну, а теперь они обещают нам координировать свои действия, создавать какие-то организации, наблюдать, отслеживать, что уже настораживает, кстати, что такая вот тотальная слежка. А что это может быть за организация? Вот те самые датчане не так давно поделились данными с переговоров, на которых они присутствовали, внутри Евросоюза. А именно, что Евросоюз сейчас хочет создавать вот такую вот организацию, которая получит такие огромные полномочия, что, например, будет вмешиваться в законодательство стран и следить за тем, чтобы вот меры по борьбе с какими-то там болезнями, они все были одинаковые. То есть, закатали локдаун во Франции, а почему в Швеции там или еще где-то его нет? Извольте в Дании ужесточить, законы у вас неправильные, как в Японии, например. Ну, Япония не Евросоюз, но я так чувствую, до них доберутся. Потрудитесь переписать. То есть, вот эта самая контора, которая будет, возможно, по всему миру действовать и следить за тем, как и кто работает, она получит действительно неограниченные полномочия. Дальше, что касается этой экологии. Ну, естественно, сокращение выбросов, к минимуму свести, борьба с угольной промышленностью, а это удар по экономике очень серьезный. И что гораздо более, на самом деле, опасно, это открытое заявление, что мы прекрасно понимаем, говорят лидеры, что все дома устроены не так, как нам того хочется, поэтому надо вносить в них коррективы и отопительные и прочие системы перестраивать. Нигде не сказано, что кто за это будет платить, но мы с вами прекрасно понимаем, что если эти товарищи надумают перестраивать наши дома, платить-то будем мы напрямую, когда нас поставят перед фактом потрудиться переделать, а не то вам будет плохо, или косвенно, когда, может быть, правительство это возьмет на себя, но понятное дело, что это будет автоматически означать еще большее взвинчивание налогов и так далее и тому подобное. То есть, товарищи, да, ни много ни мало собираются залезать в наши карманы очень основательно. Ну, в наши здесь пока не очень, но после встречи Байдена с Путиным, которую тоже ждешь с содроганием, потому что там ничего хорошего не будет в любом случае, кто знает, о чем они там договорятся. То есть, вот это самые масштабные договоренности, они, во-первых, означают, что, я уже сказал, контроль, они означают, что будут решать за правительство местное, кому и как себя вести в экстремальной ситуации и будут крушить экономику так, что мало никому, в общем-то, и не покажется. И в этом плане думать, что, ну, подумаешь, это где-то там в стране, к сожалению, никак не получится, в стране не останется никто, потому что эти ребята, они задумали это создавать действительно серьезно. И если вот этот вот их бесславный альянс, он действительно своего добьется, то мы, с одной стороны, с вами получим действительно мировое правительство, которое контролирует каждый наш шаг, которое следит за тем, куда мы едем, какие прививки мы делаем, что мы едим, в каких домах мы живем, все ли у нас правильно, по их мнению, естественно, с экологической точки зрения. А если говорить непосредственно об американских интересах, ну, во-первых, тот же самый контроль, который американцы не любят, я надеюсь, по сию пору. Во-вторых, если это будет удар, по которым я уже говорил, по энергодобывающей промышленности, то представьте себе, как пошатнется американская экономика, она, конечно, сильная, но это будет серьезно. Ну, и вот те самые налоги или то, что от вас будут требовать, чтобы вы жили в правильных домах, это вас тоже коснется, и Байден здесь ничуть не отличается от других. Ну, и плюс, я уж как с короговоркой перечисляю, все эти разговоры о гендерном равенстве, которые, скорее всего, будут означать все те же принудительные какие-то квоты и тому подобное, и далее, и далее, и далее. То есть, ситуация не очень хорошая, мягко говоря, ситуация серьезная, и в таком обычном положении мы все глядим на Америку и надеемся, что вот Америка не позволит, Америка не даст, Америка даст, если и даст, то всем покажет пример, и такой маразм себя не втянет. Но поскольку, раз я упомянул маразм, то кто ныне во главе Америки, мы все, к сожалению, видим. И хотя сопротивление на уровне штатов, конгресса, судов, о чем мы с вами постоянно говорим, хочется верить, что оно будет, но то, что пока общие мировые тенденции, ковид, поливение, даже если у власти номинально правые политики и срастание вот в этого вот монстра, я не буду говорить глобализация, мне это слово не нравится, там свои ассоциации, я предпочитаю старый термин мировое, единое, да, мировое правительство, потому что оно давно уже так или иначе используется. Ну вот, G7 нам показали, что это такое. И, конечно же, можно сколько угодно восторгаться, что Байден там с королевой встретился, что политики его якобы полюбили, ну, в таких условиях, конечно, его полюбят, я вам рассказал, они там все одинаковые. Но, кстати, заметим, кто-то посчитал, что для королевы это 13-й президент американский, с которым она встречается, это вам к тому, что иногда в приметы стоит верить, кстати говоря. Ну и второе, что если Байден ничего не сделал для защиты американских интересов, а он ничего не сделал, как мы видим, если Байден ничего не сделал для укрепления не вот этого вот абстрактного мирового правительства, которого один вред, как я сказал, а для укрепления отношений с реальным союзником, то есть с Соединенным Королевством, а только настроил граждан против себя, это я вам тоже говорил, то и G7, и поездку Байдена, я думаю, мы с вами можем считать полным провалом. Это плохо на самом деле, потому что отношение к Байдену и к демократам одно, но любое участие американского лидера должно быть успешным все-таки, потому что Америка это Америка. И, кстати говоря, запоздал он, я вас поздравляю с днем флага, так увлекся негативом, что забыл о хорошем. И день действительно в этом плане знаменательный, жаль, что сегодня я говорю о таких вещах. Но вот Байден честь флага не защитил, как я считаю, поэтому здесь для меня очевидно это провал. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Вы вскользь упомянули о налогах. Интересно, какое-то время назад Джанет Йеллен сказала о поднятии налогов для всех, во всех странах, там на 15%. Это прозвучало как некий бред сумасшедшего, а похоже на этой встрече они, так сказать, все участники почти согласились с этой идеей. Да, там была такая туманная фраза «Честные налоги для всех». В этих вот коммунике, там в резолюциях и так далее. Но мы с вами знаем, что для них честность. То есть до сих пор я думал, что единственная задача глобалистов убить экономику Соединенных Штатов Америки или во всяком случае опустить ее до уровня банановой республики какой-нибудь. Оказывается, вся Европа этим страдает. Ну, не вся, значительная часть, во всяком случае члены Большой Семерки. Интересно, кто от этого выиграет, кто от этого проиграет? Мне почему-то в качестве выигравшей стороны видится Китай. Абсолютно, потому что Китай, его это не касается. Китай будет, и Китай, и Россия, и Иран, кстати, ну, Северная Корея в меньшей степени, они будут и дальше, больше налогов, больше регулирования, куда поедут предприятия? В Китай, удар по нефтедобывающей промышленности, у кого будут это брать? У России. То есть, если поведение Байдена и все его действия объяснимы, потому что он в кармане у китайцев находится, это всем известно, это факт известный, это полтора миллиарда Хантеру, это 10 миллионов на, так сказать, карманные расходы, это бизнес-хантер от семейки Байдена с главным китайским шпионом совместный, то есть, ну, Байден куплен с потрохами китайцами, его поведение мне, неужели и лидеры других стран тоже куплены китайцами? Ну, все идет к тому, по крайней мере, сопротивления я не вижу особого. Байден, я напомню, отменил указы, их, правда, уже и так судьи там зажали, но отменил окончательно, напомню, запретно-шпионские программы китайские, кстати сказать, а перед встречей с Байденом Путин тут рассказывал, что в Китае все замечательно, права человека там супер, все эти уйгуры, они довольны, что их притесняют, ну, в общем, что надо. То есть, у нас с вами с одной стороны G7, которые что-то там кулачками машут, но себя разрушают изнутри, а с другой стороны вот такие вот бодрячком Путин и товарищ Си, которые работают в тандеме и точно наслаждаются картиной. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, я напомню, телефон в студии 847-400-5200, если будут вопросы, сразу после рекламы. еще раз напомню, телефон в студии 847-400-5200, напомню, что в эфире программа «Час Ивана Денисова», если у вас есть вопросы, пожалуйста, Иван постарается на них ответить. Ну, а сейчас, наверное, перейдем, нет, сначала примем звонок. Добрый день, алло. Алло, здравствуйте, Сережа, еще раз здравствуйте, Иван, в прошлом, когда Обама и там Путин встречались, то мы получили арабскую весну, вот, затем Крым захватил Путин, и его самолеты размобили в Сирию, вот, и после чего мы получили ядерную сделку с Ираном, а вот эта встреча с Байденом Путина к чему вдохновит нашего Путина в будущем, в скором будущем, скажем так. Ну, не хотелось бы мне давать, подкидывать идею Путину, так, поэтому сложно мне сказать, и не хочется даже говорить, но то, что мы ничего хорошего с вами не увидим, и то, что Путин, почувствовав слабость Байдена либо на Украине, либо может быть даже в Прибалтике какие-то новые нехорошие действия предпримет, это понятно. Ну, и я думаю, что многие об этом говорят, и все идет к тому, что союз России и Белоруссии уже совсем близко. Понятно. Ну, а теперь Америка и Ольстер. Так, отношения, попытки решить проблемы Ольстера. постоянная система в этом году, потому что сто лет, и да еще вот мы видим опять Северную Ирландию, Ольстер, ну, понятие не совсем идентичное, но во многом взаимозаменяемое, что опять попало в центр внимания. Поэтому я расскажу вам сегодня мое видение проблемы, и хотя речь идет про Северную Ирландию, но те из вас, кто живет в Израиле, кто следит за отношениями США и Израиля, или, например, помнит, что было с Южной Африкой, заметят, что вот по ошибкам американской политики в отношении Северной Ирландии, можно, в общем-то, изучать ошибки во всех остальных случаях. Потому что, увы, я готов очень многое защищать в американской внешней политике, но в том, что касается Северной Ирландии, американцы были либо неправы, либо совсем неправы. Я говорю, естественно, о периоде, когда Северная Ирландия появилась, если быть даже еще более точным, то о периоде, начиная с конца Второй мировой войны. Потому что причин три. первая, это неправильное сочетание прагматизма и идеализма, вторая, это одержимость президентов наследием, и третья, это вот все самые группы интересов, ну, лобби, если угодно, которые чем более шумные, тем больше эффект имеют, к сожалению. Но начнем с первого. Идеализм и прагматизм вещи хорошие, и их сочетание, собственно говоря, всегда политику и двигает. Но вопрос, какое именно сочетание? К сожалению, очень часто в американской внешней политике это было не так. То есть, бывало такое, когда все было нормально, а бывало вот наоборот. С Ольстером вышло наоборот. Идеализм. Но американцы всегда видят себя противниками Голиафа, союзниками Давида, озабочены тем, чтобы быть на стороне заведомого аутсайдера. Это хорошо, но это часто оборачивалось довольно-таки погаными результатами. Одержимость колониализмом и британским империализмом, заметьте, ничего хорошего не принесла. Ни в Африке, ни в Азии, где американцы делали все, чтобы британский империализм порушить. То же самое и здесь. Образ маленькой Ирландии, который долгое время был, который хочет вырваться из-под гнета ужасного Лондона, он перестал быть в соответствии действительности, как только Ирландия получила независимость. После этого акценты поменялись. И теперь в реальности Ирландия, да еще за которые Евросоюз, это самое что ни на есть Голиаф, а маленькая Северная Ирландия, на которую Лондон махнул рукой и которая отбивается изо всех сил от вот этого монстра, это вот как раз давит и помогать надо Северной Ирландии. Но, увы, это вот устаревшее представление об Ирландии, оно мешает и не позволяет воспринимать, к сожалению, Госдепартаменту ситуацию должным образом. Прагматизм. Это наследие холодной войны, в холодную войну очень много делалось правильного, но ошибки тоже были. Одна из ошибок, которая продолжается по сиюпору и на примере Обамы и, кстати говоря, и теперь Байдена мы это с вами видим, это дурная привычка, когда уверенность, что союзники и так и так тебе помогут, поэтому надо обязательно на свою сторону привлечь колеблющихся или потенциальных противников. Ирландия себя позиционировала вроде бы нейтральной, Ирландии вроде бы были номинально правоцентристские партии у власти долгое время, и поэтому Госдепартамент еще в 50-м году издал директиву, что мы должны идти к объединению Ирландии. Смысл в том, что Ирландия будет из-за своих баз и так далее, что она будет помогать в противостоянии с коммунистическим режимом. А в результате североирландские группировки открыто, во-первых, они в годы войны сотрудничали с нацистами, и это, в общем-то, факт, а после войны они сотрудничали со всеми врагами Америки, в кого не плюнь. Кремль, КГБ, да на здоровье, террористы арабские на Ближнем Востоке, да на здоровье там бойцы Ира проходили обучение, Ливия оружие оттуда, то есть не оправдало это себя ни с какой стороны, якобы прагматизм, а он ничего не дал. Брали ирландцы деньги, у американцев в том числе и через ЦРУ, и продолжали сотрудничать с врагами Америки, а на Северную Ирландию махнули рукой, так не стоит. То есть вот это вот самое сочетание идеализма и прагматизма, как видим, оно себя абсолютно не оправдало, оно привело к тому, что антиамериканские силы в Ирландии только процветали, а любовь североирландцев к Америке, она сильная, потому что чуть позже об этом связь-то давнеисторическая, и более того, североирландцы себя зачастую видят как раз американскими поселенцами, которые противостоят ирландской махине и преданные Лондонам, ну вот на них махнули рукой. Фрагмент, момент второй, наследие. К счастью, до поры до времени американские президенты, ну не особенно на самом деле старались участвовать в мирном процессе. Эйзенхауэр вообще о Северной Ирландии был очень высокого мнения, потому что знал, что и как он там был во время войны, и он полагал, что помощь Северной Ирландии, там были военные базы тоже американские, что она очень сильно помогала американской армии. Кеннеди, да, он вроде бы ирландец, но тоже особенно не лез. Никсон, кстати, как раз из Северной Ирландии родом, но он вроде бы в Ирландию ездил, а так ничего особенного не говорил. Рейган, да, у Рейгана, кстати, интересный момент, у Рейгана советник по национальной безопасности Уильям Кларк был, увы, абсолютно ирландским националистом и открыто говорил, что мы мечтаем об объединении Ирландии. Ну, к счастью, он всего год пробыл, но тем не менее. Но, как сам Кларк с сожалением отмечал, что Рейгану до объединения Ирландии дела особого не было. То есть, да, он какому-то соглашению он так его поприветствовал в 85-го года, но в целом, даже когда он приезжал в Ирландию в 84-м году, он в своей речи сказал, что да, мы не будем вмешиваться, мы нейтральные, разбирайтесь тут без нас. И очень хороший штрих, когда Рейган стал говорить об Ирландцах, которые участвовали в создании Америки, он назвал Чарлза Томпсона. Чарлз Томпсон великий человек, секретарь континентального Конгресса, но штука в том, что Томпсон не ирландец, он ольстерский шотландец как раз по происхождению. То есть, Рейган вот таким образом, видите, тоже напомнил всем, что Америку создавали, тогда ирландцев практически не было, и они серьезные роли не играли на самом деле, что Америку создавали выходцы из Ольстера, то есть, вот эти самые ольстерские шотландцы. Ну и может сказываться то, что Рейган по отцу-то ирландеца, по матери, а мама в его жизни все-таки большую роль играла, он тоже шотландец и вот это сказалось. Но Клинтон, у которого тоже, кстати, какие-то ольстерские есть моменты в происхождении, вот он полез в Ирландию, в Северную Ирландию, и вместе с Блэром они навязали так называемое Белфастское или соглашение Страстной Пятницы 98-го года, которое, технически на тот момент казалось, что оно почти хорошее, что оно вроде бы создает вот это вот, объединяет противодействующие силы националистов и юнионистов, что оно дает, приводит к разоружению боевых группировок, и что Ирландия и Британия получают такую вот коллективную опеку над Северной Ирландией. Но штука в том, что это может сработало на какое-то время, там действительно градус спал, но по большому счету ирландцы, увы, воспринимают как капитуляцию, а представители Шенфейн, они даже соглашение-то и не подписывали, насколько я помню, они это просто приняли как должное. и то, что террористы после этого стали попадать во власть, стали практически руководить Северной Ирландией, стали героями, замечу, что представители боевых организаций Северной Ирландии, они в политику не шли, они сложили оружие, пока, мы не знаем, что будет дальше, и все. А, увы, левые террористы, они преимущественно левые, это не моя прихоть, так оно и есть, со стороны Ирландии, они вот, чувствуя свою безнаказанность, полезли вверх, полезли в политику, и более того, это же самое соглашение, Белфастское соглашение о Страстной Пятнице, оно и привело во многом к тому, что сейчас вот Ирландия оказалась в плену Евросоюза, потому что, хотя про границы там толком ничего не сказано на самом деле, но все его трактуют как то, что вот обязательно не должно быть ни в коем случае никакой границы между Северной Ирландией и Ирландией республиканской. И Байден, который, конечно же, озабочен тем, чтобы наследие Клинтонов сохранить, вот сейчас он и лезет из кожи вон, чтобы это вот провалившееся соглашение, сейчас мы видим, что оно провалилось, и террористы на самом деле никуда не делись, просто поутихли, и мы видим, что и Северную Ирландию это привело в ситуацию, когда она опять оказалась даже не между двух, а между всеми возможными огнями со всех сторон. Так что, то, что сделал Клинтон, и то, чем он так гордится, будь то его соглашение по Израилю, кстати говоря, или будь то, то, что он сделал в Северной Ирландии, как видим, все это ничего хорошего не дает. Сейчас Байден вот изобочен, во-первых, тем, чтобы сохранить то, что сделал Клинтон, пусть это и играет против Севера Ирландцев, ну, а во-вторых, себя подать вот таким героем с ирландского происхождения, я не удивлюсь, если он будет настаивать на принудительном объединении Ирландии, кстати сказать, с него станет. Так что наследие для президентов это штука плохая, и Северная Ирландия нам это напомнила. И третье, это вот эти самые группы интересов. Я знаю, что есть, тут мы ступаем с вами на такую интересную скользкую тропу, потому что, ну, очень часто это преувеличено. И я первый, кто скажет вам, что попытки запугать израильским лобби это ерунда, потому что у Израиля тесные связи с Соединенными Штатами, израильские интересы сильно переплетены, и говорить про эту якобы существующую за какую-то коварную группу, которая из Иерусалима диктует Вашингтону ахинея. А целый ряд очень сильных групп, которым хотят угодить политики, он есть. Выходцы из Ирландии в Америке есть замечательные, я ничего не хочу сказать, но, как говорил язвительный Сен Джанервен, когда Святой Патрик изгнал змеи из Ирландии, они все уехали в Америку и стали называться ирландскими американцами. То есть, вот, ирландское, я не скажу лобби, это не совсем так, но ирландские группы, на которые очень сильно опираются прежде всего демократы, но в ряде случаев республиканцы тоже на самом деле, они играют сильную роль и они действительно давят очень сильно. Даже, казалось бы, те республиканцы, кто вроде бы консерваторы, кто вроде бы республиканцы, они, ну, Питер Кинг такой, например, конгрессмен, они в открытую поддерживают ИРА, повторяю, ИРА это, ну, просто левотня, антисемитизм, сотрудничество с нацизмом, все что угодно. Тем не менее, Питер Кинг, который вроде бы себя позиционирует борцом с исландским терроризмом, он открыто приветствует терроризм ирландский. Как ему в такой ситуации можно верить, хоть он республиканец? Тем более, это два понятия, они на самом деле неразрывные, там связь очень давняя и очень серьезная. И когда представители Шенфейна, практически террористов, приезжают в Америку, то всегда у них пышные мероприятия, они с готовностью и с легкостью собирают огромные деньги, которые потом идут на то, чтобы убивать тех самых людей, которые Америку создавали. Да, так оно и есть. Поверьте мне, все те деньги, которые американцы, бестолковые американцы ирландского происхождения отдают Шенфейн, они идут на терроризм так или иначе. И потомки тех же самых людей, которые подписывали Декларацию Независимости, которые основывали Америку, это преимущественно выходцы, повторяю, из Ольстера, они потом погибают вот из-за тех от рук террористов из ИРА на те самые деньги, которые им платят в Америке. Вот такая порочная система. Почему молчат выходцы из Ольстера в Америке? Это, знаете, национальная особенность. Ольстерцы, они, увы, очень гордые люди. И город это хорошая черта. Но представить себе, что они будут просить, что они будут объяснять очевидные вещи, говорить то, что я вам сказал, посмотрите, где Ирландия, где мы, посмотрите, к чему нас привела политика Клинтона, посмотрите, наконец, что мы сделали для вас, для Америки, и вспомните, кто такие, тот же самый Томпсон, кто такие, братья Раттледжи, кто такие, наконец, Джексон, Кливланд, да даже, кто такие, Рузвельт, и как к ним не относись, все-таки важные лидеры для Америки, они тоже все с Ольстерской кровью, что мы делали для вас, и чем вы нам отвечаете, они этого делать не будут. Они, да, будут проводить какие-то мероприятия, они будут проводить, в Америке есть общество Ольстерских шотландцев праздновать свои мероприятия, праздновать свои памятные даты, но они этого не сделают. Поэтому, увы, не хотелось мне, конечно же, да, видите, у нас так получается, вроде выходим в праздничный день, а у меня что, первый сегмент был грустный, что второй приходится заканчивать на такой ноте, потому что я не вижу выхода в этой ситуации. Израиль в такой же, в таком же положении, Израиль добивается, мы это видим, слава богу, тем более, согласитесь, то, что я сейчас вам рассказал слушатели из Израиля, ну, многое заметили, правда? ЮАР вы видели из-за того, что Америка в конце концов отказалась от их поддержки, во что превратилась сейчас. И Северная Ирландия, я не знаю, что с ними будет, мне очень хочется надеяться, что они сохранят свое, вот это вот, свое уникальное место в королевстве, но если дальше в Британии будут такие лидеры, как Джонсон, а если американские политики будут вести себя, как Байден, Клинтон и же с ними, Трамп, ну, он ничего особенного не делал, хотя тоже, кстати, он одну ошибку совершил, он отправил спецпредставителям Малвене туда. Малвене толком ничего не сделал, но посылать в Северную Ирландию человека с ирландской фамилией это не очень хорошо, с шотландской тоже, посылать с еврейской, с немецкой, с какой угодно, это бы прошло нормально, посылать туда Малвене была вот такая ошибка, ну, понимаю, что Трампу не до Северной Ирландии, но тем не менее, не надо было ему этого делать, уж простите меня, как человек, который очень любит Ольстер, тут я придерусь к Трампу, ну вот, а так, в целом, к Трампу было отношение хорошее, у него все-таки, хоть он эту ошибку и сделал, но у него были, были связи с рядом лоялистов и юнионистов, сейчас что будет, я не знаю, предсказывать ничего, я не хочу, но вот ко всем вам, у меня вот весь этот год, в каждой нашей передаче, где я говорю про Северную Ирландию, призыв один, читайте про нее больше, рассказывайте друзьям, но в этом году еще трудно из-за всех ограничений, но старайтесь туда ездить и поверьте мне, у американцев, у израильтян, да и у нас, кстати говоря, у нормальных правых россиян, в Европе на сегодняшний день это самые лучшие друзья, ольстерские лоялисты, ольстерские юнионисты, поэтому рассказывать о них надо больше, чтобы мы знали, очень мало информации, поверьте мне, чтобы мы знали, кто это такие, за что они борются, почему они наши естественные союзники, почему мы должны быть на их стороне, и почему надо давать Байдену и уже с ним по рукам, чтобы не трогали Северную Ирландию, но это задача для всех нас, поэтому Южную Африку не уберегли, Северную Ирландию, я считаю, уберечь надо, что не вышло на юге, то должно выйти на севере, ну, из всего того, о чем я вам уже не раз рассказывал, поэтому в следующий раз, если ничего не изменится, я, кстати, вам расскажу, наверное, о полицейской службе Северной Ирландии, тоже очень интересный момент, раз рассказывал вам о боевых организациях, расскажу и о полицейских, тем более сейчас про полицию надо говорить больше, на этом помешательстве, антиполицейском, ну, а на сегодня моя это новая глава Северо-Ирландская, наверное, будет закрыта, пусть и не такой ноте, но я все-таки надеюсь, что мы еще быть хорошие и приятные про Северную Ирландию с вами обсудим обязательно, ну, и про Америку тоже, тем более, что это страны и про Израиль, те три страны, которые так или иначе связаны, здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, хотя времени мало, с удовольствием передам слово. Иван, огромное спасибо, как всегда, очень информативно и интересно, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.